Своего отца, героя-приморца Литвинова Филиппа Самойловича Нина Кудинова совсем не помнит. Все воспоминания только с рассказов мамы. Они настолько запали в душу, что женщина почти всю жизнь потратила на поиски и место захоронения погибшего отца. Говорит, он возглавлял 351-ю отдельную армейскую штрафную роту, защищал безымянную высоту на сахарной головке. Там и погиб. Посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени. Информация о герое, защищавшем Севастополь, долгое время была засекречена. И вот спустя 39 лет пришло письмо. Отец захоронен на братском кладбище в Балаклаве. Я получила документы, самые последние о нем точные. Город Подольск, это Московская область, это центральный архив, где военные документы хранятся. 18 сентября. Вот с того времени я покой потеряла, потому что я сразу начала читать и представила эту картину всю. И, конечно, я ехала до дочери в Москву. Я ни ног не чувствовала, ни головы как будто на плечах не было. Все это прочитала о нем. Вот такие эмоции. Сегодня Нине Кудиновой впервые удалось попасть к братскому некрополю, на могилу отца. Здесь только белые плиты. Большинство бойцов так и остались безымянными. Героев войны ежегодно. Десятками находят севастопольские поисковики. Одно из последних братских захоронений обнаружили пару недель назад, рядом с мемориальным кладбищем советским воинам. Было три гражданских человека. Женщина и два ребенка. Но один ребенок до пяти лет, практически грудной, а второй чуть постарше, судя по останкам. Они, скорее всего, погибли при переходе. Они отходили со Штолин, а здесь либо попали под бомбежку, хотя, скорее всего, они попали под бомбежку и оказались не в том месте, не в нужное время. Остальные бойцы – солдаты 25-й Чапаевской дивизии. Из них удалось установить личность только одного. При нем был именной жетон Шевченко Александра Платоновича из Авдеевки, 1901 года рождения. Кроме того, удалось и восстановить ход военных событий. Четко просматривается на фотосъемке, что в июне здесь еще окопов нет. А когда немцы уже произвели повторную фотосъемку к концу июня, здесь же четко просматривается траншея. И вот в этой траншеи как раз и найдены были бойцы. Поскольку здесь район планируется под застройку, здесь надо полностью обработать вот этот вот участок, для того, чтобы люди могли спокойно строиться. Останки бойцов хоронят со всеми воинскими почестями. Так 25 октября на мемориальном кладбище советских солдат перезахоронили семерых бойцов, павших при освобождении Севастополя в 1944 году. Шестерых бойцов так и похоронили безымянными. А вот имя одного установить удалось. На похороны из Курской области приехала его родственница Наталья Асеева. Мы знали, что у нас есть дедушка, дедушка Иван, он без вести пропавший. Знаете, в нашей семье, в нашей большой семье очень много воевавших, наши дедушки, дяди. И это единственный человек, которому у нас не было никакой информации. Мы только знали, что он без вести пропал. А где он пропал, при каких обстоятельствах, мы ни о чем не знали. Погом, марш! Каждое перезахоронение для нашего города – событие особенное. Только за два года обороны Севастополя погибли больше 156 тысяч человек. Событие грустное и радостное одновременно. Мы печалимся от тысячах погибших в годы Великой Отечественной войны. Но радуемся, когда удается установить имя найденных бойцов и перезахоронить их так, как подобает героям. А для кого-то эти поиски становятся делом всей жизни. Нина Кудинова ставит в них точку. Говорит, очень символично, что впервые попала на могилу своего отца. Именно сегодня, в день начала героической обороны Севастополя. Оксана Колесникова, Катарина Вербицкая, Андрей Глушенко, Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя.